Вода подается по рукаву, поступает в этот ствол. Каждую деталь потрогать и рассмотреть, когда еще выпадет такая возможность. Поэтому старшеклассники времени зря не теряли. Робость подростков пропала быстро. Обилие тяжелой техники в пожарной части породила массу мальчишеских просьб. Увидел большую технику, было желание прокатиться, не разрешили. Было желание сувенир взять, тоже не разрешили. Что теперь будешь делать? Ну что, смириться? Сувениры для школьников спасатели не заготовили, зато разрешили примерить пожарные костюмы. Одежда, защищающая спасателей от разлива нефти, уберечь от смеха одноклассников не смогла. Ну, надевал. Нового сотрудника на работу возьмем. Смену образов из обычного школьника в настоящего пожарного и наоборот, оценили, конечно, в первую очередь девушки. Как мальчик из моей группы одевал, наверное, защитный костюм, это было смешно. И костюм тоже, ну, тоже был такой красивый, наверное. Два десятка старшеклассников прибыли на экскурсию в пожарную часть в рамках молодежного форума «Образование, занятость, карьера». Из четырех школ выбрали самых активных ребят. Кстати, сами пожарные в этом качестве ничем не уступали школьникам. Сразу вошли в доверие. В общем, раскрыли весь свой педагогический потенциал. Нужно найти, естественно, подход к детям. Нужно быть веселым, общительным. Мне кажется, зануды детям не нравятся. Когда они просто смотрят либо картинки, без ощупи, это неинтересно. Им нужно посмотреть все в действии, потрогать, пощупать. И тогда будет интересно. Экскурсия в пожарную часть продлилась меньше часа. И пускай никто из этих школьников после не станет пожарным, уважение к профессии. Не только огнеборцев. У них останется в любом случае. Наталья Бернацкая, Регина Сорокина, Денис Лугов. Программа «Город». Продолжение следует...